Как думаете, за 69 рублей реально выиграть GTA V, CSGO или другие хорошие игры? На сайте Crazy Case каждый может выиграть GTA V, Rust, Call of Duty, Fallout и другие игры всего за 69 рублей. Не упусти свой шанс, заходи и выигрывай на Crazy Case. Ссылку я оставлю в описании. Привет всем, с вами я, Дима, и не так давно я обещал вам, что если на второй части пасхалки с CSGO соберется 15 тысяч лайков, то я выпущу третью часть. Нужную сумму вы собрали всего за несколько часов, нужно было просить чуть больше. Поэтому вот он, третий и заключительный ролик по пасхалкам в CSGO. Первая пасхалка находится на карте Overpass, это граффити OneUp, которая переводится как Единая Целая, Единая Сила или что-то типа того. Такие же надписи вы можете встретить в Берлине. Нет, это не карта в CS, я сейчас про город в Германии. Там такие рисунки очень популярны, команда каких-то уличных художников бегают и разукрашивают всякие дома и даже поезда. Далее не совсем пасхалка, а скорее интересная деталь в игре. Думаю, немногие придавали значение тому, что спецназовцы очень быстро разминируют бомбу, ведь для этого нужно знать код, который вводят террористы. И обрезать здесь красный или синий проводок, как в фильме, точно не получится. И, как оказалось, если вы посмотрите на спецназовца, то поймете, что при разминировании бомбы он постоянно смотрит на свою сумку, потому что именно на сумке у них написан этот код. Следующий секрет связан с покраской пистолета ТК-9, называется он Аид. В древнегреческой мифологии был известен бог Аид, бог подземного царства мертвых. И на этой покраске мы как раз и видим древнегреческих воинов, но только тогда, когда оружие находится в состоянии прямо с завода. Если же вы купите пистолет в поношенном состоянии, в потёртом состоянии, то увидите, что у некоторых гладиаторов шлем наполовину стёрся и больше напоминает череп. И если честно, то я даже не знаю, какой вариант лучше, новый или потёртый. Пишите в комментариях, какой вам больше нравится. На торговой площадке можно найти такую забавную наклейку, на которой написано Don't Worry I'm Pro, что переводится как Не волнуйся, я про. Если начать стирать её, то постепенно появится смайлик, который как бы намекает, что это просто шутка. Буду откровенен, купить эту наклейку у меня жаба душила, так как стоит она под косарь, поэтому могу показать только скрин. Это наклейка The Mind, то есть разум, который изображает мозги. И если начать стирать её, то на последней стадии почти ничего в принципе не останется от наклейки, кроме двух извинен, которые выделяют буквы КС, что скорее всего означает Counter-Strike. На карте Overpass на базе спецназа можно найти табличку, которая гласит на ограждение не залезать. Она появилась здесь после того, как команда Fnatic на турнире использовали запрещенную подсадку. Это было в четверти финале, и счёт по картам был 1-1. Решающая как раз и была битва на Overpass. Когда счёт дошёл уже до 13 против 3 в пользу французской команды Team LDLC, Fnatic решили использовать подсадку. Забравшись на это самое ограждение, игрок мог видеть почти всю карту и не давал противникам пройти. Благодаря этому Fnatic сравняли, а после обогнали противников по очкам. После окончания боя было очень много бомбящих школьников, и не только школьников. Я в принципе представляю реакцию людей, которые поставили на французскую команду, после чего увидели, как Fnatic, можно сказать, читерским способом выиграли этот бой. И естественно на администрацию посыпалось очень много жалоб, так как... Но бой прошёл не совсем честно, но администраторы заявили, что эта подсадка была разрешена. Однако спустя какое-то время недовольные зрители всё-таки нашли правило, где было сказано, что подсадки на прозрачные пиксели запрещены. В итоге проигравшая команда подала протест, и в дело уже вмешались даже сами Valve. После этого было принято решение отдать победу LDLC, и после они уже честно выиграли в полуфинале, и далее в финале чемпионата DreamHack Winter 2014. Следующая пасхалка на карте Трейн. Зайдя в это помещение, за дверью будет какой-то склад, каких-то ящиков. На некоторых из них еле видна надпись PopDog, и также изображена мультяшная собака. Точно такой же логотип был и на вагонах на карте Трейн в CS 1.6. На карте Overpass есть детская площадка, и на заборе, что находится на этой площадке, вы увидите изображение дракона. Некоторые игроки утверждают, что этот рисунок отсылают к покраске Dragon Lord для АВП. Не знаю, правда это или нет, отсылка это или нет, но скорее всего. Ещё один секрет, связанный с покраской. На этот раз покраска Болтун для пулемёта Неги. Для того, чтобы заметить послание, нужно выпустить всю обойму. И когда ваш персонаж начнёт перезаряжать оружие, можно заметить смайлик на крышке пулемёта. И, наконец, последняя пасхалка, снова карта Overpass, и снова граффити, оставленное после турнира. На этот раз сражались команда Fnatic и Dignitas. На точке Б, когда оставалось совсем мало времени на обезвреживание бомбы, чувак с командой Dignitas всё же подобрался к бомбе, и уже начал её разминировать. Скорее всего, он бы сделал это, если бы не пожар, разгоревшийся от коктейля Молотова. Плюс эпичности этому моменту прибавляет то, что до обезвреживания оставалось буквально миллисекунда, и также то, что итог этого раунда был решающим. Поэтому после этого проигрыша, после этого эпичного проигрыша, Valve решили оставить вот такую вот пасхалку. И интересно ещё то, что через год, ровно на этом же месте, случилась похожая история в борьбе Fnatic и Cloud 9, но там при разминировании погибло 3 человека от пожара, так что какое-то не очень счастливое здесь место. А на этом всё. Не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте, где вы найдёте очень много всяких мемов, пасхалок и прочего. И также не забудьте посмотреть прошлые выпуски по пасхалкам СКС, если вы этого ещё не сделали. Всем удачи и всем пока!